Добрый вечер, а самое важное прямо сейчас в программе «Вовремя» В студии Станислав Стоянов, коротко о том, что можно будет увидеть в этом выпуске Третий – инвестиционный, чем этот форум будет отличаться от предыдущих Миссия выполнима, Кив Шеннон покидает пост посла Великобритании А также, что такое кинезиология Определить стратегические направления и проанализировать имеющиеся в Республике И потенциал. Об этом говорили на внеочередном заседании оргкомитета По проведению третьего инвестиционного форума Торгово-промышленная палата продолжает рассматривать бизнес-проекты К концу недели их обобщат в Минэкономразвитии В торгово-промышленную палату поступило уже более 20 проектов Еще 50 находятся в разработке, приводит цифры Юрий Ганин Говорит, важно, чтобы как можно больше организаций, как государственных, так и частных Смогли принять участие в готовящемся форуме И еще не менее важна работа по формированию предложений и проектов Должна идти весь год А инвестиционный форум – это ее итог Мы, как торгово-промышленная палата, видим обязательный шаг Нужно создать постоянно действующий орган Наверное, в виде инвестиционного агентства Агентства по увеличению инвестиций Для того, чтобы эти проекты, которые будут представлены на форуме Они не были положены под сукно, как говорят А чтобы они были представлены в различных международных выставках На других инвестиционных форумах, для того, чтобы их, так сказать, проталкивать Искать под них денег На совещании не раз подчеркивали Проекты, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов, должны быть масштабными Например, если это касается животноводства, строительством фермы не обойтись Необходим комплекс, который бы включал переработку, племенную работу и многое другое Речь шла на совещании и об определении стратегических направлений Майя Парнас говорит, нужно проанализировать возможности в разных сферах Потенциал есть во всех направлениях Сегодня разрабатывается единая стратегия социально-экономического развития Приднестровья По каждой сфере создана рабочая группа из представителей Минэкономразвития и ПГУ Мы не можем так сказать, что здесь у нас будет завод и завтра у нас будет завод То есть мы должны посчитать, сколько нам нужно вложить в денег строительство этого производства И какой эффект это даст То есть на среднесрочную перспективу, какой эффект мы получим от того, что здесь будет стоять завод И вот это уже конкретные экономические расчеты И только уже по итогам этих расчетов мы можем сказать, будет эффект от этого или не будет То есть работая по каждой отдельной отрасли, для каждой отрасли будет определено стратегическое направление Должны узнать возможности каждого района, каждого региона И главы администрации тоже, конечно, не должны тут пассивную позицию занимать Потому что вы должны просто вот на карту посмотрели своего района И каждый уголок продумать, как обустроить Сегодня же представили и примерную программу форума Как предполагается, он продлится два дня В торгово-промышленную палату пришло 14 подтверждений от иностранных коллег О том, что в начале лета они прибудут на инвестфорум Будет на форуме еще несколько новшеств Благотворительный аукцион картин приднестровских художников И продажа поделок детей из коррекционных учреждений Татьяна Коркина, Юрий Прошачев, Первый Приднестровский телеканал Посол и Величество Королевы Великобритании Киевшена Днес свой вклад в активизацию взаимоотношений Приднестровского МИДа С посольством Соединенного Королевства Однако сегодня посол приехал попрощаться Его миссия заканчивается и он возвращается домой Посол Великобритании Киевшеннон, вопреки устоявшемуся стереотипу, уходит не по-английски Сегодня он приехал в Тирасполь, чтобы попрощаться У дипломата заканчивается 4-летняя рабочая командировка И уже в конце недели он вернется в Лондон Глава внешнеполитического ведомства Нина Штански отметила Что за время работы Киева Шеннона Приднестровскому МИДу удалось наладить продуктивное сотрудничество с посольством Великобритании Господин посол всегда получал информацию из первоисточников То есть у нас есть все основания полагать, что Руководство Великобритании хорошо проинформировано О том, что такое Приднестровье, что такое жизнь в Приднестровье О том, каковы позиции сторон в переговорах И я должна подчеркнуть, что Господин посол всегда был в контакте с обеими сторонами Несмотря на то, что напрямую Великобритания не вовлечена в процесс урегулирования в формате 5 плюс 2 Под руководством Киева Шеннона посольство Великобритании стало уделять больше внимания Молдоприднестровскому урегулированию В частности, участвовало в выработке механизма гарантии переговорного процесса Кроме того, представительство Туманного Альбиона Реализовало в Приднестровье ряд проектов в социально-культурной сфере И организовало ряд молодежных спортивных мероприятий Мне хочется верить, что нам удалось содействовать улучшению отношений между сторонами И поддержать переговорный процесс в формате 5 плюс 2 Мы заинтересованы в том, чтобы в этом регионе была стабильность Развивалась экономика и социальная сфера В Приднестровском МИДе выразили надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с посольством Великобритании Кившином, в свою очередь, заверил, что его преемник продолжит все позитивные начинания Делегацию посольства Великобритании в Приднестровском МИДе сменили шведские дипломаты Которые приехали обсудить актуальные вопросы с заместителем министра иностранных дел Виталием Игнатьевым Шведское посольство и Приднестровский МИД уже давно активно сотрудничают Сегодня говорили о культурном и гуманитарном взаимодействии А также обсудили возможность реализации проектов в сфере малого бизнеса Решение хотя бы одного проекта, связанного с малым бизнесом, будет очень хорошим примером Который, в принципе, позволит нам усилить инвестиционную привлекательность И пригласить большее количество западных партнеров, жодных партнеров Для того, чтобы они работали на территории Приднестровья Приднестровские дипломаты пригласили шведских коллег принять участие в инвестиционном форуме Что касается традиционного сотрудничества в сфере культуры Дипломаты обсудили организацию в Приднестровье очередного фестиваля шведского кино Возможно, показы пройдут уже в сентябре Аграрии Слободейского района хотят создать ассоциацию сельхозпроизводителей С таким предложением землепользователи уже обратились к главе района С помощью ассоциаций планируется восстановить централизованные закупки различных товаров О чем еще говорили на встрече аграриев и районных властей в сюжете Степана Бугаева В Слободейском районе около 400 агрофирм Сейчас каждая из них заключает договоры на поставку горючего, семян, удобрений и прочих материалов А затем аграрии самостоятельно ищут, кому продать выращенную продукцию Если эту работу централизовать, материалы можно закупать большими партиями А значит, с меньшими расходами для аграриев Мы сможем совместно с вами запланировать определенные процессы Я со своей стороны буду также понимать, что да, действительно, сегодня Слободейский район условно выращивает определенное количество томатов И планирует в следующем году вырастить вот такое количество томатов И для этого необходимо вот такой определенный и государственный заказ Это будет определенная поддержка со стороны государства в ваш адрес С какими сложностями сталкиваются агрофирмы и чем может помочь госадминистрация? Глава предлагает обобщить все предложения Много вопросов задавали о передаче неэффективно обрабатываемых земель Процедура изменилась из-за создания Министерства сельского хозяйства А еще фермеры просят госадминистрацию об информационной поддержке Мы в прошлом году промагали, значит, кредиты, которые дает оборудование Давайте совместно с райсоветом, с вашей инициативой обратиться в Верховность, в президенты Эти деньги просто протолчали в банке и мы не могли использовать 300 фермеров остались без кредитования В госадминистрации заверяют, власть заинтересована в развитии бизнеса Потому что именно предприятия создают рабочие места и выплачивают основную часть налогов Мы должны думать о тех, может быть, чуть-чуть неординарных путях, которые стоят перед нами Вывести район из числа дотационных или убыточных, если это относится к предприятию В разряд самодостаточных, вот это задача главная Руководители крупных агрофирм и малых предприятий интересуются разными вопросами С каждой группой землепользователей глава госадминистрации решил проводить встречи каждую неделю Степан Бугаев, Александр Левицкий, Первый Приднестровский телеканал Радостная новость для тех, кто летом решил связать себя узами брака Завершается реставрация столичного ЗАГСа Ремонт помещений не проводился уже довольно давно Поэтому по указанию главы госадминистрации реставрацию начали еще в конце прошлого года Бюджет выделил более полумиллиона рублей Работа сейчас находится в стадии завершения, я думаю, еще каких-то полтора месяца И эти помещения заживут новой жизнью Имеется в виду помещение большой и малый зал для регистрации брака Имеется в виду зал торжественных обрядов В планах госадминистрации столицы сделать в ЗАГСе запасной выход Чтобы между церемониями не было путаницы А также облагородить прилегающую к зданию территорию Однако реализация этих планов, по словам Андрея Безбабченко Будет зависеть от поступления денежных средств Продолжаем выпуск Сегодня Приднестровье вспоминало первого атамана Дубасарского казачьего округа Пантелея Сазонова Он положил начало возрождению казачества не только в городе, но и в республике 2 апреля 1992-го он попал в засаду и был убит Пантелей Сазонов был решительным, смелым, справедливым Именно ему принадлежала идея возрождения казачества на Днестре Так говорили те, кто сегодня пришел на мемориал воинской славы Почтить память первого атамана Дубасарского казачьего округа Вспоминаю себя, когда я был кадет казачества Много мне говорили о Пантелея Семеновиче Каким он был, его заслуги Поэтому сейчас, стоя на этом месте, для меня свята его память И мы и дальше будем передавать память о нем, о его заслугах, о его делах Нашим следующим поколениям Общественную организацию Союз Днестровских казаков Пантелей Сазонов зарегистрировал в феврале 1991-го Это был своеобразный ответ на разгул национализма в Молдове В организацию вошли подобственные казаки и самые активные жители города С первых дней войны и до ввода российских миротворцев они были на передовой Сегодня вспоминали, казаки сеяли панику и страх в рядах противника Правоохранительные органы Молдовы тогда объявили настоящую охоту на казачьего атамана 2 апреля на боевом посту в районе садика в засаду попал наш батько-атаман Сазонов Пантелей Семенович В том бою был ранен юзяк, гробовой На помощь бросилась вторая сотня во главе с Юрием Халдарбеком Юра и еще 10 бойцов отбили атаку, вытащили тяжело раненого атамана, раненых казаков Атаман на дороге в больницу скончался Сегодня собравшиеся посетили и место трагических событий апреля 92-го Разлагая цветы к гранитной плите, они говорили о том, что дело атамана Сазонова живет Сегодня существует кадетский класс имени Сазонова Сегодня у нас работает и функционирует кадетский казачий корпус Большая, очень большая станица Сазоновская, которая развивает многие виды спорта Но в основном те, которыми прививал Сазонов И очень отрадно, что более 350 юношей, которые были воспитаны на принципах Сазонова Сегодня в казачьем пограничном отряде, в миротворческих силах, во всех структурах силовых И Министерства обороны, и отдельных полков защищают священные рубежи Приднестровской и Молдавской республики Кроме того, в Приднестровье был учрежден казачий нагрудный знак Сазоновец За смелость, отвагу и вклад в дело становления казачества им награждено более 300 казаков Приднестровья и зарубежья Юлия Гурлова, Анжела Каранчук, Первый Приднестровский И продолжая о защитниках Отечества Накануне рыбница отметила 69-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков В честь торжественной даты в северной столице прошел митинг По традиции, первые цветы легли к памятному знаку командиру 41-й гвардейской стрелковой дивизии Генерал-майору Константину Цветкову Затем у мемориала славы сотни горожан собрались отдать дань памяти героям-освободителям Нету ни одного рыбничанина, который бы не помнил те события Когда под чутким руководством генерала-майора Цветкова 41-й дивизии Гвардейской дивизии был освобожден наш город и села нашего района Хотим выразить слова благодарности в память погибших воинов Которые нам подарили сегодня свободу и завоевали победу Вечная слава погибшим, вечная память героям Три года оккупации немецко-фашистских захватчиков и более 5000 погибших и замученных людей В годы той войны в рыбнице были разрушены промышленные предприятия и учреждения культуры Путь к освобождению города был долгим и нелегким Начало марта 44-го года Советские войска продвигаются все ближе к Рыбницкому району 17-го числа солдаты Украинского фронта в ходе Уминско-Баташанской операции Вышли к границе Молдавской ССР Спустя 13 дней город освободили Хочу обратиться к молодому поколению Ребята, огонь, который горит на мемориале, он вечный Об этом нам говорили наши деды Сегодня об этом мы говорим вам Он вечный И однажды вы, придя сюда с вашими внуками Скажите им, этот огонь вечный Пусть подвиг наших прадедов будет жить вечно Сегодня солдаты и офицеров, которые освобождали Рыбницу от фашистов, уже не осталось в живых Отец Виталия Саенчина был одним из тех, кто в 44-м году стал на защиту города Война Дмитрия Савовича застала в родном селе Тымково Кодымского района Тогда он вступил в партизанский отряд, потом в советскую армию О войне, рассказывать, как и все ветераны войны, он не очень любил Грязь, кровь, потеря боевых товарищей Скромный был в этом отношении После войны возвратился, отстраивал город, наш город, город Рыбницу В частности, вот этот мемориал, он когда был уже в строительной организации, это он строил Память героев-освободителей почтили минутой молчания и салютным залпом Среди пришедших на мемориал славы было много молодежи Они тоже возложили живые цветы к гранитным плитам и к вечному огню Анастасия Чернитинская, Оксана Круг, Юрий Бижан, Первый Приднестровский К другим темам Организация летней оздоровительной кампании в этом году претерпит изменения В Министерстве просвещения обсудили подготовку к отдыху учащихся В прошлом году был выявлен случай работы в детском лагере человека, имеющего судимость Он не привел к отрицательным последствиям, но теперь списки работников будут проверять городские и районные управления внутренних дел Общий же план о прохождении летнего оздоровительного отдыха для учащихся будет составлен в конце апреля На сегодняшний день намечены планы по организации летней оздоровительной кампании Которая будет проходить на уровне всех административно-территориальных единиц В проведении летней оздоровительной кампании будут задействованы в организации и Управлении народного образования, и Управлении физической культуры и спорта Еще один важный вопрос на повестке Дня Совета – государственная программа «Мы – народ Приднестровья» Ее цель – продолжить с молодежью воспитательную работу и объединить все ее направления в единый документ Программа будет представлена в первом варианте, а далее мы предлагаем ее для обсуждения на местах в Управлении народных образований по физической культуре и спорту То есть для того, чтобы она прошла общественное обсуждение Также на заседании заявили, что 7 апреля в столице стартует акция «Марафон Победы», приуроченная к празднованию 9 мая Она будет проходить на протяжении двух недель во всех городах и районах республики В рамках мероприятия планируют реализовать проект «Красная звезда» и фестиваль любительского кино Также во время «Марафона Победы» подведут итоги конкурсов в военно-патриотической направленности Татьяна Сярова, Анна Павленко и Юрий Прошичев, Первый Приднестровский Союз писателей Приднестровья расширяет международные творческие связи с писательскими сообществами России, Крыма, Абхазии и Южной Осетии Об этом стало известно на заседании Объединенного Пленума Союза писателей Приднестровья Здесь говорили также о проделанной за прошлый год работе и планах на будущее И отметили, что государство должно больше уделять внимание писателям Писатели, литературная составляющая нашей страны, нашего поля, ментального, филологического Это одно из главных влияний в образовательном процессе, который оказывается как раз на будущем Пленуме нашей страны Кого мы вырастем, кто будет жить здесь, кто будет устраивать дальше линию нашей страны На плен мы литераторам также предложили подготовить соответствующие обращения, документы и письма в профильное министерство, чтобы решить самые важные вопросы Министр финансов Кипра Михалис Сарис ушел в отставку В прошении об отставке Сарис заявил, что уходит в связи с началом работы специальной комиссии по расследованию обстоятельств, которые привели страну на грань банкротства Место ушедшего в отставку главы Минфина Кипра Сариса займет нынешний министр труда Георгий Адис О главных новостях в мире в нашем следующем сюжете Медведев попросил чиновников начать реализацию этой программы, несмотря на то, что денег на это пока еще нет В Кишиневе повышаются муниципальные налоги для полусотни видов бизнеса И если рост налогов на казино население мало беспокоит, то увеличение финансовых требований к торговле, в том числе и уличной, может отразиться ростом цен По крайней мере, так утверждают сами торговцы Стационарные точки торговли переводят с фиксированного дифференцированного налога на плату за занимаемую площадь, которая составит от 15 до 20 леев за метр Увеличиваются ставки также для лоточников, продавцов кваса и мороженщиков Президент Виктор Янукович не только государственный деятель, но и самый успешный писатель Украины Согласно опубликованной на сайте президента декларации о доходах главы государства за 2012 год Литературные труды президента чрезвычайно востребованы в некоторых издательствах В частности, донецкое издательство «Новый свет» выплатило ему гонорар в размере 15 551 000 гривен, что составляет порядка 2 миллионов долларов Всего же Янукович заработал 20 388 314 гривен, то есть 2,5 миллиона долларов На Украине готовятся к повышению ввозных пошлин на иномарке С 13 апреля при ввозе автомобилей с бензиновыми двигателями объемом 1-1,5 литра существующая 10% пошлина увеличивается почти на 7% А для машин с объемом 1,5-2,2 литра она вырастет почти на 13% Дилеры сейчас занимаются пополнением складских запасов и призывают украинцев поторопиться с покупкой машин по старым ценам Женская доля такая, как есть, без прикрас и умалчиваний В Террасполе состоялась премьера спектакля, его сыграли артисты Народного театра юного зрителя Десятки зрителей и всего два персонажа на сцене По сюжету это женщины, одной 30 лет, другой 25 У той, что старше, муж, ребенок и горький жизненный опыт У другой героини тоже нелегкая женская доля со своим багажом за плечами В какое-то мгновение судьбы двух женщин переплелись Все на что-то надеялась Думала, что есть в этом какой-то смысл К слову, роли сыграли совсем юные артистки Юлий Сторож всего 18 Но она говорит, что это не помешало ей во время игры полностью перевоплотиться в свою героиню Мы жили, мы видели картины, мы представляли... Это была больничная палата Мы представляли себя здесь У меня был муж и ребенок Она была его любовницей, по моему мнению То есть это все было у нас Мы старались передать зрителям правду Сценарист и руководитель театра юного зрителя Алена Проценко Давно планировала поставить спектакль для взрослой аудитории Я когда вышла на сцену благодарить своих актрис Не хотела плакать Но не получилось мне сдержать свои слезы Но это слезы радости И вот именно когда я вышла на площадку сценическую Да, я почувствовала теплоту зала Вынести на суд публики спектакль «Женская доля» артистам предстоит еще не раз Кроме того, в планах много постановок для зрителей самых разных возрастов Алла Чумаченко, Александр Прошачев, Первый Приднестровский В Терраспольском офисе миссии УБСЕ проходит юбилейная выставка Виктора Постойкина Члена Союза художников Приднестровья и директора Бендерского художественного училища Экспозиция под названием «Просто юбилей» объединила около полусотни работ Разных периодов жизни и творчества художника Все начинается с детства Об этом помнит каждый художник Как иллюстрация целый трептих Здесь из одинокого окна детского дома ребенок машет маме И высота стены как символ их вынужденной разлуки А вот тень юного живописца В степях Казахстана берет начало не только творческий путь Виктора Постойкина Там же, по его словам, он впервые открыл в себе талант педагога В 65-м году меня пригласили И рядом в школе педагог уехал Именно вот тогда было рисование и черчение Так называлось И вот меня уговорил директор соседней школы Пойдем работать ко мне И я учился и начал работать В экспозиции представлены практически все известные художественные стили и техники В том числе автолитография Старинный способ создания гравюр и банковских банкнот Это печатная гравюра, плоско-печатная Которая рисуется на камне, на толстом, на специальном станке печатается А раньше на этих камнях печатали деньги, облигации Пейзажи сменяют мотогонщики и будни пограничников А форт на Днестре рисует строящийся Бендерский мост А первый полет напоминает о начале покорения космоса человеком Я жил в частном доме в городе Аягус У нас была корова и отец привез сено Вот выгрузили это сено и мы как дети стали прыгать по сену И вдруг по небу поползло какое-то светлое пятно И все стояли и смотрели, что же это за явление ползет по небу А это вот такой мешок светлый и впереди него точечка светлая Потом стало раздваиваться Потом мы узнали, что это была первая ступень, вторая ступень, третья ступень космического корабля Космос педагога и художника Виктора Постойкина для себя может открыть каждый До 30 апреля выставка просто юбилей открыта для всех желающих Ольга Канцур, Олег Коваленко, Первый Приднестровский Возможно уже в следующем учебном году выпускники факультета физической культуры и спорта Будут применять в педагогической практике новую методику обучения Об этом говорили в Приднестровском госуниверситете Ученые из Белгорода и Террасполя О том, как приобщить подростков к здоровому образу жизни С помощью кинезиологии в нашем следующем сюжете В актовом зале ПГУ студенты 4 и 5 курсов факультета физической культуры и спорта На сцене презентационная лекция о новом ответвлении в науке кинезиологии Здесь отмечают ее суть в развитии внутреннего потенциала человека при помощи движения То есть любая мысль должна заканчиваться действием Простейший способ игра Вы кидаете человеку мяч и говорите нужную информацию И он ее автоматически запоминает Я хотел бы познакомить Приднестровцев Как раз это острие науки То, что сейчас в России, может быть, только-только начинает развиваться Мы обсуждали эти вопросы недавно на двух школах В Новосибирске в ноябре и в Стерлитамаке Буквально 10 дней назад Это Всероссийские научные школы по здоровью И там приветствовалось вот это направление Такая методика изучения и закрепления материала в движении Уже используется в США и Великобритании, говорит лектор С недавнего времени и в российском Белгороде Около сотни учебных заведений тоже используют ее на практике В ПГУ отвечают Около пяти лет в лаборатории факультета физической культуры и спорта Открыто направление по созданию школы здоровья И здесь кинезиология сможет помочь Мы стараемся именно постараться, как бы сказать, изменить немножко мотивацию человека Чтобы он понял, что все-таки здоровье – это основа Что без здоровья дальше нельзя идти и так далее Скажем, вот это все Что здоровье – это есть результаты, есть та деятельность, которой нуждается, ну скажем, республика На лекции также отметили С помощью кинезиологии можно решать различные педагогические задачи Так как движение, будь то игра или пантомима вкупе со знаниями Помогает оптимизировать работу обоих полушарий мозга А значит, улучшает интеллектуальное развитие Александр Кожухарь, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал А теперь к новостям спорта С ними вас познакомит наш спортивный обозреватель Юлия Саракопот Тираспольский боксер Александр Рыжкан продолжает выступление в клубном чемпионате мира Команда «Киевские атаманы», за которую боксирует наш спортсмен, уже в полуфинале Всемирной боксерской серии В борьбе за выход в 1-2 украинцы встречались со сборной Азербайджана За которую, к слову, сражался еще один воспитанник столичной школы борьбы и бокса Владимир Келиш В домашней встрече команда Рыжкана одержала убедительную победу со счетом 5-0 Но в гостевом противостоянии уступила 1-4 Однако по разнице встреч атаманы прошли дальше Теперь киевский клуб прямо напротив итальянцев Вторую полуфинальную встречу составит команда из Мексики и Казахстана Следующие поединки состоятся 13 и 19 апреля Тем временем в Запорожье на открытом чемпионате Украины по пауэрлифтингу выступали наши атлеты Приднестровские спортсмены на украинском помосте завоевали награды высшего достоинства Александр Семиренко в весе до 60 килограммов стал победителем в отдельных упражнениях 16-летний пауэрлифтер собрал 5 золотых и 1 серебряную медаль в своей возрастной категории и в категории Open Между тем Анатолий Семиренко в категории до 82 килограммов показал лучший результат среди ветеранов Кроме того, терраспольчанин выполнил норматив мастера спорта Украины Юлия Саркапут, Олег Бахчеван, Первый Приднестровский телеканал Это были главные новости уходящего дня С последними событиями также можно познакомиться на сайте нашего телеканала А теперь о погоде на завтра Субтитры предоставлены Субтитры предоставлены Это была последняя информация выпуска Всего вам доброго и до встречи на Первом Приднестровском Как всегда, вовремя